Всем привет! Сегодняшнее мое видео будет посвящено пропойке курей. Видео будет полезно начинающим, новичкам, куроводам, так сказать. В общем, ребята, когда привозим курей домой, покупаем мы курочек на рынке, на ярмарке, может быть, у заводчика. В общем, дело в том, что большинство курей сейчас продают разные хозяйства, где куры содержатся в условиях, допустим, в клеточных условиях, то есть и питание у них там в основном то ли это гранулы, то ли это какие-то заводские корма. В общем, питание будет в любом случае отличаться от того питания, которое вы предложите дома, своим новым цыплятам, курятам или уже взрослым курочкам. Ну и, в общем, хочу сказать, вот я недавно приобрел курочек на рынке. Когда я угостил много привозших курей кукурузой просто рушиной, то есть они на нее посмотрели как на что-то незнакомое. И, в общем, то есть понятно, что куры не знали ни кукурузы, ни пшеницы целой, ничего. Кушали комбикорм, что, с одной стороны, может быть хорошо. Ну, а поскольку у меня есть в питании и зерно, и комбикорма, ну, рушенное зерно, то есть я решил, что целесообразно будет пропоить курочек моих марганцов. И марганцовка, так называемая, это старая добрая пропойка нашими дедами, бабушками, прабабушками. То есть поили курочек марганцовкой, и куры были, ну, я думаю, все со мной согласятся, что раньше куры были здоровее. Раньше куры жили без прививок, без всяких пропоек, допустим, антибиотиков. И было супласт. Ну и поэтому я решил курочек пропоить марганцовкой. Как я разложу марганцовку, я вам тоже сейчас покажу, очень интересный, очень удобный метод. В общем, берем марганцовку, заберем на марганцовку, садите спичкой, чем угодно. Только чтобы предмет, на который вы будете набирать марганец, был сухой. Или можно просто насыпать, только хочу обратить ваше внимание. Вам понадобится основная банка, допустим, двухлитровая, трехлитровая, с которой будет упоить кур. И отливаете немножко чистой воды в маленькую баночку. Можно в стакан. И можно, в принципе, с пузырька вот так небольшую щепоточку, абсолютно небольшую щепоточку высыпать. Сюда. В эту маленькую баночку. Здесь вы быстренько растворяете. Если у вас здесь будет темная, притемная марганцовка, не пугайтесь, ничего страшного. Эта маленькая баночка вас спасет от передозировки. Вот здесь вы набираете нужный оттенок, а потом сюда льете жидкую марганцовку. И у вас здесь будет легко и просто нужный цвет марганцовки. Марганцовка должна быть нежно-розовая. Нежно-розовая, я думаю, тут ничего сложного нет. Сильно-розовую не надо. Можно ожечь пищевод, ожечь, ну, в основном пищевод страдает, потом кишечник. Значит так, когда вы растворили в маленькой посуде, у вас внизу будет такая воронка, и крутиться будут эти маленькие кристаллы марганцовки, которые не растворились. То есть, если бы вы тут растворяли, то первоначальный цвет, который бы вы согласились и пошли курочкам, затем где-то минут через 15 растворились бы эти камни, которые сразу не растворились. И марганцовка стала бы сильнее. И могла бы ожечь пищевод ваших кур. А здесь вы растворили. Немножко она у вас отстоялась. Ну, буквально там, сейчас вот, 5-10 секунд она отстоится, и все. И вы начинаете эту жидкую марганцовку, а гуща, которая, она пусть внизу будет, вливаете в основную банку. Вот, влили немножко, разболтали. То есть, здесь вот какой сейчас цвет будет, такой он и останется на постоянной. На постоянной. То есть, она темнее не станет. Это вам будет удобно. Вот, посмотрели, слабенький. Чуть добавили. Еще раз разболтали. Ну, я бы еще добавил третий раз. Все, я думаю, достаточно. Все, получилось нежно-розовая марганцовка. Одеваем вот такую специальную крышку-поилку. Вот. Здесь есть слив небольшой жалобочек, и курочки от цыплята будут отсюда опить. Я думаю, все это знают. Если у кого нет, приобретите очень удобную штуку. Вот, закрыли. Теперь вот так, раз. Перевернули. И поставили, где будут ваши курочки пить, все это поставили. Вот, видите, вот здесь густая марганцовка осталась. Эту марганцовку закрываете плотно крышкой. Она будет стоять день, два, три, четыре. Сколько вам? Ну, неделю точно будет стоять. Как раз недельку пропоете марганцовкой ваших новых цыпляточек, куряточек. И все будет у вас хорошо. Коры болеть не будут. Сейчас я вам покажу своих курей. Вы сами видите, какие неподвижные, какие неактивные. То есть, коры достаточно хорошо перенесли. Переезд, перешли на новый корм. У них все классно. Почему я выбрал марганцовку? Потому что марганцовка убирает воспаление кишечника. А воспаленный кишечник, он подвергнутся всяким разным заболеваниям. На него могут быть и бактерии, и микробы, в общем, все что угодно. А когда кишечник будет не воспаленный, то все будет хорошо. И кожа ваша будет здоровее, чем были до марганцовки. Даже марганцовкой можно пропаивать курочек раз в неделю, раз, может, даже два раза в месяц, так по три дня. Три дня в месяц, я думаю, будет очень хорошо курочкам на здоровье. Вот, друзья, подписывайтесь на канал. Будем еще и курей разводить, кормить попугаев, камереев. Всего всем доброго. До скорой встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok